Звонков, а сами начинаем нашу программу. Каждое последнее воскресенье апреля Юрий Михайлович установил новые традиции, новый праздник. День фонтанов он называется. Мэр столицы, вы выливаете рог воды в одну из чаш бассейна фонтана на Манежной площади, начинает бить один фонтан, второй, третий, затем оживают фонтаны по всей Москве. Так начинается сезон фонтанов в столице. Подробнее об этом наш корреспондент Виктор Сухачёв. Сегодня вряд ли кому придет в голову попить водицы из фонтанов. Между тем, в начале 19 века, когда фонтаны впервые появились в Москве, они предназначались именно для этой цели. А их количество в Первопрестольной было весьма внушительным. Первый был устроен на Трубной площади, близ Рождественского монастыря. Улица Негленная была вся в фонтанах, вплоть до Кузнецкого моста. Били фонтаны у Сухаревой башни, на Лубянской театральной площадях. Практически во всех людных местах. До наших дней дошел лишь фонтан Виталий, по фамилии архитектора его создавшего. Кстати, чаша внизу как раз для паения лошадей. К концу 30-х годов нашего века фонтаны в столице пришли в совершеннейший упадок. Видимо, успехи водопроводного дела положили отцов города на обе лопатки. Но зачем же зря переводить воду? Сейчас в Москве снова около 300 фонтанов, не считая карликов, извергающих воду в офисах. К началу сезона приведен в порядок комплекс у киноконцертного зала «Пушкинский». Так насосную станцию, вызывавшую вибрации, убрали из жилого дома. Былое асфальтовое дно снова обрело гранитную подошву. Заменили обрамление из чугуна, а гранитную отмостку можете проверять хоть по линейке. Поправили и чашу, она изрядно накренилась в сторону редакции «Известий». Через дорогу на Новопушкинской площади у Макдональдса обновили еще один фонтан, добавили побольше струй, изменили их дизайн. Работают все фонтаны автоматически. В их недрах вы обнаружите довольно сложную аппаратуру и механизмы. Разводного ключа и пакли теперь недостаточно. Что-то производят российские предприятия, а что-то укомплектовали произведенным за рубежом, где фонтанное дело развивалось стабильно, а его производители имеют богатый опыт и применяют все современные разработки. Существует ряд известных мировых фонтанов, где сочетаются водные картины, световые картины, и все это связано с музыкой. В общем-то, это один из самых известнейших фонтанов, это, наверное, фонтан Барселоны. Это просто чудо, на которое приходит в вечернее время огромное количество людей. Все столичные и муниципальные фонтаны обслуживает государственное предприятие «Гормост». Оно же контролирует строителей при устройстве новых. Так считанные дни остались до пуска двух фонтанов «Третье кольцо» на Кутузовском проспекте. За короткое театральное межсезонье будет построен ансамбль фонтанов в саду «Аквариум», что перед театром Моссовета. Вид на фонтан «Аполлон» с колоннадой за ним откроется прямо от входа в парк. А еще будут фонтан «Сатир», струящийся ручей и грот в глубине сада. Уже закончено проектирование фонтанов на Украинском бульваре, в Лефортово. Фонтан «Источник московского остроумия» в памяти Юрия Никулина появится возле цирка на Цветном бульваре. Фонтаны, как и люди, рождаются и умирают. Не по карману оказались водные феерии администрации Московского государственного университета. Бездействует половина фонтанов в парке культуры имени Горького. Принципиально город уже решил забрать эти сооружения под свое крыло. Но процесс передачи до сих пор не завершен. Так что летом фонтаны будут стоять немым укором. То ли бывшим хозяевам, то ли будущим владельцам. В этом сезоне здесь делать нечего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова